Сейчас здесь пустынные болота, но в перспективе на полях орошения недалеко от Хаджибейского лимана могут появиться 50 предприятий. Промышленный комплекс или же зона приоритетного развития – масштабный проект Одесской мэрии. Рабочая группа по разработке проекта побывала в трех странах, чтобы использовать в Одессе мировой опыт. Если Китай – это весь город свободная экономическая зона, если в Констанции законом государства принято, что каждый морской и речной порт является свободной экономической зоной, то Клайпеда – это больше подходит нам как зона приоритетного развития. Там тоже выделено 400 гектаров земли, управляющая компания и 4-5 гектаров, мы видели мусороперерабатывающий, мусоросжигающий завод, который обеспечивает теплом, электроэнергией. Одним из элементов работы такой зоны и наглядным примером считают Евротерминал. Это был пример такого, знаете, как государственного частного партнерства, который, на мой взгляд, состоялся достаточно удачно. Частный инвестор вложил сюда более 40 миллионов долларов, создано более 2000 рабочих мест. Работают три компании – Луи Дрефус, Олимпекс Купе и Евротерминал, которые сегодня фактически уже как первые и старт той зоны приоритетного развития. Ограничений в направлении нет вовсе, будь то мусоропереработка, сельхознаправление или же IT-сфера. В частности, свои планы на поля орошения есть и у Евротерминала. В планах построить большое железнодорожное депо и железнодорожную ветку для того, чтобы часть грузов из порта вытащить опять же на поля орошения. Соответственно, если будут развиваться поля орошения как зона приоритетного развития, то мы планируем, что эти же грузы будут обрабатываться в Одесском порту через наш терминал. Планирует компания и проложить здесь платную дорогу Хаджибей-2, которая должна соединить объездную с Евротерминалом. С одной стороны, говорят в руководстве компании, это поможет вывести большие грузы с Одесских улиц. С другой, создаст условия для развития новой зоны. Мы считаем, что за счет нее будет развиваться зона приоритетного развития, поскольку других подвижных путей на поля орошения не существует на сегодняшний день. Создание условий для привлечения инвесторов – одна из приоритетных задач мэрии. Обсуждается возможность механизма компенсаций. Частник вкладывается в развитие, а после получает некую сумму от города. Но пока зона приоритетного развития – далекая перспектива. Для реализации проекта как минимум нужны законодательные изменения и договоренности с правительством. Сейчас местная власть ведет переговоры с Минэкономики, а уже к осени планируют представить концепцию развития и предложить изменения в Генплан. Здесь по генеральному плану запланирована зона, жилая зона, зона жилой застройки. Поэтому нам необходимо поменять целевое назначение. Я думаю, что здравомыслящие депутаты и люди поймут, что это действительно имеет место быть, это правильно. Это достаточно амбициозный, но абсолютно необходимый проект для города, который запаздывает уже его внедрение в городе, в нашем регионе запаздывает на лет 20, как минимум. По предварительным подсчетам мэрии, за 10 лет существования зоны город может получить почти полтора миллиарда гривен, а тысячи одесситов – рабочие места. Но угрожает грандиозным планом не только бюрократия или человеческий фактор, а и банальная халатность. Хаджибийская дамба, которая с трудом пережила последний ураган, продолжает разрушаться. Если ее прорвет, поля орошения, евротерминалы, часть Одессы просто затопят. При этом город и область просят поддержки в Киеве, ведь денег на ремонт сооружения в регионе нет. В Украфтодоре сообщили, что государству дамба тоже не принадлежит, то есть, по сути, она бесхозная. И кто выделит деньги на ее ремонт, так и непонятно. Лилия Горопашная, Константин Нищерет, Телеканал Репортер.